Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынка в полдень». Сегодня эта передача посвящена кросс-курсам, кстати, о которых мы только что очень интересно говорили, обсуждали с Юрием Смолой. Ну а ведущим передачи будет наш коллега из Калининграда, алго-трейдер Андрей Малевич. Андрей, приветствуем вас. Приветствую, Игорь Николаевич. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, зрители моего канала. Кросс-курсы сегодня наша тема. Что интересного, какие итоги за неделю, может быть, нам захотите рассказать по кросс-курсам, поскольку мы с вами их только раз в неделю обсуждаем. И вообще, как себя ведут кросс-курсы на фоне вот такого интересного движения по доллару, которое мы наблюдаем. Ну давайте тогда непосредственно перейдем сразу на график и посмотрим, что там происходит. Да, давайте посмотрим. Друзья, даже если вы торгуете кросс-курсы, естественно, доллар в виду надо иметь, потому что он так или иначе влияет на весь рынок, просто не присутствуя в паре. Видим хорошо. Так, ну давайте сначала пробежимся по тем инструментам, о которых говорили ровно неделю назад. Это у нас фунт-иена была загрузка в направлении продаж к отметке 152.22. В принципе, движение я рассчитывал, что будет на одну фигуру, но движение состоялось тут практически на три фигуры. Можно вот здесь поставить еще один уровень. В общем-то, его нашли. Движение состоялось, но, к сожалению, там, где я давал, скажем так, где был отложенный ордер с позиции на открытие позиции в направлении шартов, сюда инструмент не дошел. Но само движение было разгадано абсолютно верно, но, к сожалению, без нас. По рублю, так же мы говорили, по рублю, наверное, здесь вот будет интереснее посмотреть. В общем-то, заходы я ждал от вот этой вот зоны консолидации, это 73.78. До сих пор там стоит отложник, еще я пока ничего не менял. Но посмотрим, как будет реагировать цена. Я все-таки жду коррекции по индексу доллара. На коррекции уже будем смотреть, возможно, буду заходить от 74.17. Но это так на будущее, пока это еще рано об этом говорить. Что, ну, значит, также был прогноз по биткоину и прогноз по эфириуму. Ну, здесь все, в общем-то, отработало. Но об этом я уже говорил. Было, забрали по биткоину 3.12%. Первый тейк профит и второй тейк профит 4.42%. И по эфириуму у нас тоже, в общем-то, все состоялось. Первая половина позиции была закрыта 6%. Вторая половина позиции была закрыта вот здесь. Это 13.6%. То есть, в общем-то, крипта перекрыла все. Ну, давайте теперь перейдем, что на данный момент интересно. Ну, на мой взгляд, интересно. На мой взгляд, интересны такие инструменты, как новозеландец гена. Данный инструмент у нас в моменте сейчас находится, скажем так, в среднесрочном падающем тренде. Я его рассматриваю только от шартов. В среднесрочном падающем тренде. И вот примерно от этого, вот от этой зоны консолидации, от цены 76.32% со стопом в 0.74% на отметке 76.88 стоп. В направлении продаж. То есть, небольшой дабой ждем. Отсюда набираемся. Первая половина позиции 0.82% на отметке 75.69. И второй трик профит на отметке 75.03 с профитом 1.68%. В принципе, вот такое движение я жду по данному инструменту. Ну, посмотрим, как дадут или не дадут. Фунт, франк, также в направлении продаж. Здесь, в принципе, довольно далеко стоит селлимит. В районе отметки 1.25.94. Со стопом, внимание, очень глубокий стоп в 1%. Это отметка 27.72. Первую половину позиции буду крыть в 0.59%. На уровне примерно 25.25.20. И вторую половину позиции буду крыть. Стейк профитом в 1.49%. Но округлим 1.5%. Это 24.10. То есть здесь тоже от шортов. Данный инструмент у нас тоже находится. Здесь просто не отрисовал его. Он у меня в МТ отрисован. Также данный инструмент у нас находится в среднесрочном падающем кренде. На рынке, в общем-то, также присутствуют продавцы, как я вижу. И, в общем-то, здесь тоже от шортов. Единственное, здесь будем шортить из середины канала. Так немножко опасно, конечно. Но, в принципе, можно попробовать отработать данный инструмент в направлении продаж. И еще я хочу сказать, что поэтому такой глубокий стоп из-за того, что работает из середины канала. Так, Чиф Йена. Чиф Йена уже открыта позиция. Ну, давайте зайдем в канал Телеграм. Так, Чиф Йена уже открыта позиция. Совсем недавно по ней были сделки. Тоже в направлении шортов. И теперь, в общем-то, уже набрал я позицию от отметки 119.40. Со стопом 120.25. Первая половина позиции будет фиксироваться 119.16. И вторая половина позиции будет фиксироваться под следующим уровнем. 118.76. В общем-то, будем работать на дельту одной фигуры. Естественно, когда первая половина позиции подойдет на 119.16, стоп будет передвинуть. То есть он скользящий. И второй инструмент, который уже тоже открыт в направлении продаж сегодня, это Евро Йена. Данный инструмент тоже находится в среднесрочном падающем тренде. Открыта данная позиция от отметки 129.60. Со стопом в район 130.76. Первая половина позиции будет фиксироваться, первый take profit, в районе 128.63. И вторая половина позиции будет фиксироваться в районе 127.45. То есть на дельту вот этой вот фигуры. И тут у нас есть еще такой второстепенный уровень. Цена уже, в общем-то, на него реагировала. Соответственно, когда здесь будет зафиксирован profit, стоп передвинется, стоп скользящий. Вот, соответственно, здесь будет все смещено. Вот. Это, на мой взгляд, то, что интересно. Это уже выложено. Соответственно, сюда можно зайти, посмотреть по ценам. И, в общем-то, сориентироваться в направлении торговли. Все, Игорь Николаевич. Вот так вот у меня все быстро. Если есть ко мне вопросы, то я готов ответить. Хорошо, спасибо большое, Андрей. Давайте остановим демонстрацию рабочего скала. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. У меня вопрос. Андрей. Да. Нет, нет, север. Сейчас давайте тогда северу дадим возможность задать вопрос. Андрей, вас не смущает такая, что по новозеландскому доллару и в пенское иене такая штука? И вот здесь в чате две картиночки. Может быть, выведено их в эфир? Обсудим все вместе? Что вы думаете по этому поводу? Нет, не смущает. Я у себя открыл, смотрю. А я давайте сейчас для всех открою, посмотрим. В чем основная идея, как вы думаете, смущение возможного? Ну, смущение в том, что север видит данный инструмент, скажем так, в дневки, в недельках он разрисовал. Да, на дубой типа, да? Да, я, в общем-то, торгую по своей системе, и дневки я смотрю, а недельки я не смотрю. Вот у него на недельках сходится в эту точку отбой, и на дневках в эту точку сходится отбой. В общем, с точки зрения вашей системы, это не представляет собой какую-то серьезную опасность. Ну, посмотрим, мы наберемся, туда придем, возможно, там зафиксируемся, посмотрим, как цена будет реагировать. Либо автоматика зафиксирует. Ясненько. Поняли, Андрей, спасибо большое. Мой вопрос. Андрей, как доходность за последнюю неделю по кросс-курсам, а также по крипте, естественно, интересно, поскольку вы сейчас ее активно торгуете? За последнюю неделю? За последний месяц по крипте в районе 8%. По кроссам, но у меня не по кроссам, у меня и по мажорам, но по кроссам, по валютному рынку и по золоту. Все вместе, там в районе 4. Ну, замечательно, замечательно, спасибо. Юрий еще спрашивает. Андрей, что означает угол цены направлен вниз или угол цены направлен вверх? Угол скалярная величина, то бишь число. Угол движения цены направлен вниз или вверх, я определяю по тому, куда смотрит трендовый канал. То есть геометрически, не цифровой информация. Да, я смотрю геометрически. Метатрейдер, если смотреть в метатрейдере, да и в любом другом терминале, в принципе, там угол, скажем так, если смотреть в цифровом его изображении, то он как сдвинешь терминал, так и поменяется угол, поэтому это бесполезно. То есть когда мы писали, в общем-то, на автоматику, чтобы и учитывали угол, скажем так, направление движения какого-то трендового канала, у нас ничего не получилось. Хотя мы довольно долго бились над этим. Ну, вы же знаете, если что-то не нравится, достаточно перевернуть монитор. Ну да. И все пойдет сразу в вашу сторону, друзья. Юрий Свящев пишет, направление, тренд – это вопрос? Ну, конечно, конечно. Ну да. Конечно, друзья, мы же живем с вами без сомнения. Я с ним, как вот люди часто спрашивают красы, вот их отношение, скажем так, их положение в рынке, как на ваш взгляд, красы – это более высокий уровень трейдинга или с кроссов надо начинать? Нет, ну, с кроссов я бы не начинал бы, потому что красы волатильнее и дороже. Это первое. Я бы начинал с таких инструментов, которые, во-первых, подешевле, астралийцы, новозеландец, ну, отчасти, может быть, доллар-франк, хотя тоже так не особо простой инструмент. С евро-доллара я не начинал бы, потому что там 92% автоматики в нем торгуются, там очень много заточенных трейдеров, которые торгуются именно автоматикой, и поэтому пара там вся такая, ну, скажем так, прикрученная. Угу, я понял. Ну, то есть, вот на ваш взгляд, я так понимаю, кросс-курс – это более такой, скажем так, сложный инструмент, с которого точно не надо начинать. Вот как минимум. Он не то чтобы, ну, как сказать сложный, он не то чтобы сложный, он опасный. Опасный в первую очередь тем, что, например, там взять, если, допустим, фунт иену, он, во-первых, дорогой, а во-вторых, повышенная волатильность на нем. То есть он может спокойно сходить на полтора процента. Если, то есть надо очень четко понимать, что ты делаешь. Особенно в рисках. Каким процентом на сделку ты рискуешь. Вот я, допустим, занимаюсь обучением, когда мы начинаем говорить про риски, я вижу, что вообще никто не понимает. Соответственно, у меня на YouTube-канале лежит и на YouTube-канале, и в Telegram, в канале Telegram в свободном доступе автоматика, которая рассчитывает риски при нанесении, там, например, задаете ей, готов потерять на сделку 1%. Все, она автоматически рассчитает лот и покажет вам. Я понял вас. То есть, ну, получается, что из точки зрения риск-менеджмента лучше все-таки начинать не с кроссов, а вот с мажорных пар. Да, лучше начинать, я сказал, австралиец-новозеландец, и ходить по рынку надо, скажем так, потери ограничивать по рынку не пунктами, а процентами. Тогда будет очень четко понятно, когда я, например, спрашиваю, сколько ты заработал, он говорит, в месяц там 400 пунктов, я ничего не понимаю, сколько в процентах. Ну вот насчет процентов, Андрей, сколько людей, столько и мнений. Знаете, тут как любят шутить оппоненты процентов, они говорят, мы же, мы колбасу покупаем на деньги, а не на проценты, типа того. Поэтому тут вопрос такой. А вот сам факт того, что в целом, ну, понятно, риск-менеджмент, система, безусловно, необходима, и начинать лучше не с кроссов, это понятно. А вот почему австралиец-новозеландец, вам кажется, ну, нет, идея понятна, почему, потому что это две высоко коррелированные пары, прежде всего, начнем с этого. Я, минуту, я имел в виду австралиец-американский доллар, новозеландец-американский доллар, а не пару австралиец-новозеландцев. А я думал, это вы уже перекинули мостик к рассам, что начинаете с австралийца-новозеландца, все понял. Он, австралиец-новозеландец, это такая штука, такой инструмент, которого надо ждать, бокового флета, с размахом в примерно где-то 0,8-1,5%, и вот в этом боковом флете, в этой консолидации, он надолго может задержаться. Вот там, по крайней мере, бить вовнутрь канала. Очень хорошо. Я понял. Так что, друзья, надо переспрашивать, что имеет в виду, если что-то непонятно, то я так понял, видите, а на самом деле оказалось немножко по-другому. Андрей, поняли вас. Спасибо вам большое за ваш обзор и ответы на вопросы. Желаем вам успешной торговли и хорошего настроения. Всем удачи, здоровья и профита. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok